Прототип Volkswagen IDR установил рекорд круга на северной петле Ньюрборгринга еще в июне, но полной статистикой компания поделилась только сейчас. Как мы помним, новая планка для электрических машин теперь установлена на отметке 6 минут и 5 секунд. Чего мы не знали, так это данных о расходе энергии, критически важных в электрической сфере. На весь круг машина затратила менее 25 кВт-часов. По выкладкам самого Volkswagen прототип IDR не только существенно быстрее гоночных машин категории GT3, но и потребляет одну четверть необходимой им энергии. Интересно, что 9,2% энергии электромобиль сгенерировал сам за счет рекуперации. Во время рекордного заезда сенсоры регулярно отмечали перегрузки выше 3G, а максимальное значение в 3,49 зафиксировано в связке поворотов Callenhardt. Объясним эти цифры так. Если в обычных условиях шея пилота Ромена Дюма выдерживает примерно 1,5-килограммовый шлем на 5-килограммовой голове, то в упомянутой секции Callenhardt нагрузка на шею выросла до 20 кг. Максимальную скорость Volkswagen IDR развил в конце длинного спуска, а знаменитый затычный медленный поворот Карачуола-Карусель электромобиль прошел на скорости 83 км в час. Приводя все эти данные, Volkswagen не забывает упомянуть, что IDR — это предвестник нового электрического суббренда. Серийные модели с индексом ID появятся на улицах уже в 2020 году. И, конечно, продавать их будут со штампом. Проверено на Нюрнбург-Ринге. Субтитры создавал DimaTorzok